Ярослава, можно дополнить? Давай немножко. Ярослав немножко так скромно все рассказал. Дело в том, что... Меня зовут Бахрев Глеб. Представляю здесь фонд Добротех. Фонд содействия развития высоких технологий Добротех. Дело в том, что мы как раз разрабатываем сейчас вот этот концепт, когда, значит, появляются некие такие деньги, которые практически достаются потребительным даром, и нужно эти деньги каким-то образом потратить. И мы заинтересованы в тех предприятиях, которые как раз таки в этой системе, программе лоенности будут участвовать. Так вот, год назад мы начали обсуждать так называемую проблему, которая нам видится впереди, так как все будет автоматизироваться и все такое прочее, то все больше людей будет оставаться без работы. И опять-таки в той же Википедии есть такая тема, которая называется технологическая безработица. Можете посмотреть. Да, и вот решение этой технологической безработицы как раз таки озадачились экономисты. Еще в 17 веке, значит, была придумана такая экономическая концепция, которая называется базовый основной доход. То есть, когда государство или какой-то институт, или какое-то там территориальное условное сообщество выдает людям какое-то минимальное базовое финансовое средство, чтобы они могли обеспечить свои базовые потребности. И вот как раз таки вот эту программу мы можем предложить для рассмотрения базового основного дохода и сделать на какой-то маленькой территории непосредственный эксперимент. То есть, будут выдаваться людям определенные суммы денег с демериджем. То есть, если их не будут тратиться, то они будут сами... Виртуальных денег это право требования скидки на продукцию. А потратить их можно будет только на скидки. При этом предприятие будет заявлять о том, что какое количество криптоединиц они готовы выпустить. Это тоже будет та самая скидка или та сумма скидок, которая будет генериться всем. Может быть, сейчас немножко непонятно это все говорится, но за разработкой этой системы стоит компания ITECA, где сейчас Ярослав работает. Это более трех тысяч программистов, которые обслуживают сбербанк, которые обслуживают ВТБ. Это очень профессиональный уровень программистов, которые все это делают. И наши наработки, мы связаны больше с маркетинговой частью, потому что я всю жизнь этим занимаюсь и, соответственно, имею эти компетенции. И с юридической точки зрения, чтобы это не было никакими финансовыми пирамидами, никакими не криптовалютами, ну а чтобы это было все очень грамотно, гармонично расписано по нашему законодательству и дать такой простой готовый инструмент для реализации. Это как раз таки вот о чем мы говорили на прошлом собрании, что какой мы вклад готовы внести непосредственно в Ступино и практическое применение новых технологий, которые сейчас разрабатываются. Сколько времени этому понадобится? Честно говоря, это сложно сказать, потому что система не обкатана. Мы ее сделали для нескольких интернет-магазинов. Прошли какой-то первый тест, альфа-версию прошли. Она показала, что да, она может работать, она востребована. Кстати, в разработке этой системы участвуют и люди, которых вы знаете, Трустан Баблетбаев, он тоже идеологом там выступает. Вот мы с ним в контакте, мы фактически с ним вместе ее придумали. Сейчас он Иннополисе работает, это такой новый город, который построен недалеко от Казани. Совершенно там очень как-то все по-новому, так интересно все в этом Иннополисе. Соответственно, я очень надеюсь, что тут и нас здесь тоже это будет развиваться и мы еще себя здесь очень серьезно проявляем. Спасибо, Глеб. Это очень неправильно отметил Глеб. Дело в том, что те технологии, о которых сейчас говорится, это технологии, которые позволяют нам, знаете как, если мы сами инноваторы, и у нас тут есть, как говорится, все, ну, необходимые для жизни и продукты питания производятся, да, и возможность жизнеобеспечения, и более того, мы способны генерить вовне это, то есть они действительно настолько качественные, что позволяет нам выходить на внешние рынки, да, это позволяет нам, по крайней мере, внутренний контур действительно обеспечить тем аналогом безусловного дохода, потому что у нас будет достаточное количество востребованных товаров для жизнеобеспечения, для развития каждого человека. Плюс мы, конечно же, используем новые системы образования, которые нам позволят не просто жить в этом малом инновационном городе, да, а именно позволят нам системы развиваться, постоянно улучшать свой уровень восприятия внешнего мира, постоянно создавать нечто новое, то, что будет интересно вовне, а это, в случае, конечно же, экономически подтверждается, подтверждается нами, как потребителям и внешним участникам. Поэтому я бы хотел, да, можно добавить, что это не раздача денег бесплатно, это привлечение клиентов, ну, то есть, бот, оно звучит прикольно, типа, бесплатно деньги, но на самом деле тебе дается купон, а тебе нужно прийти в магазин для того, чтобы заплатить там рубли. Конечно. Вот, то есть, это является фактически привлечением клиента, и магазин нам платит за привлечение клиента, так же, как регион может привлекать человека, допустим, из Москвы, если здесь есть что-то интересное, то есть, ради чего ты сюда... Да, Ярослав, очень правильное дополнение. Дело в том, что в чем важность именно потребительского общества нашего Ступенского? Его важность в том, что мы говорим, что у нас есть 100 тысяч потенциальных пайщиков. Это наши Ступенцы, это наши граждане, которые вовлечены в экономический процесс, они потенциально, они могут быть сопричастны к тому, что создается здесь. В любой момент зарегистрирующийся, войдя в систему. И смотрите, здесь возникает какой-то очень важный момент. Дело в том, что когда возникают экономические взаимоотношения между несколькими субъектами, и человек является совладельцем этого бизнеса, ну, по крайней мере, входит в некую доходную часть этого бизнеса, имеет свой поток, который позволяет им иметь, как говорится, кусок хлеба, то у него открываются совсем другие кредитные, ну, скажем так, доверительные отношения в этом комплексе. То есть, любая, даже тот же финансовый кооператив, например, который может финансировать, это тоже по нашему российскому законодательству разряжается, он видит, что, а, так это же стейкхолдер, он у него будет, там, доход от тех домов, которые мы построили, допустим, да, того сыра, которое здесь будет произведено, и он понимает, что эти люди, сами потребители, они будут кушать этот сыр, естественно, если по той же самой цене, например, там же качество, естественно, наш город, мы его произвели, я буду потреблять то, что более качественно, то, что транслируется, то, что открыто. Это, вот эта сопричастность, это совсем новый уровень взаимоотношений, и это как раз то, что позволит снижать стоимость. Потому что уровень доверия будет повышаться. Это, скорее, дополнительная ценность, за которую можно в два раза дороже брать. А у нас в два раза больше. Ну, типа, килограмм сыра, или килограмм сыра, произведённый ручным трудом бабушкой любящей. Это другой продукт, а то он стоит дороже. Понимаете?